Здравствуйте уважаемые владельцы наших питомцев! У нас несколько вопросов. Если вы хотите узнать, чем лечить, как помочь и что сделать для того, чтобы не делать то, чего не нужно, присылайте ваши разные случаи. Я смогу, по крайней мере постараюсь, посоветовать вам, что можно сделать, как не делать те исследования, которые не нужны, какие исследования стоит делать и в каком порядке. Потому что главное и одно из самых важных – это порядок исследования. Потому что, если вы идете не по той дороге, вы придете не туда. Это кажется банальным, но по факту в нашей жизни так и происходит. Обычно делаются красники исследования, которые надо сделать, вместо того, чтобы посмотреть пациента, врач делает инъянские снимки. Вместо того, чтобы определить, где у него болит, врачи начинают делать кучу исследований, совершенно ненужных, не дающих никакого результата, а потом не знают, что с этими исследованиями делать. Да, потому что надо было исследовать другую зону. И это, к сожалению, большая проблема. Поэтому порядок действий, он очень важен. А порядок действий состоит всего из трех пунктов. И я вам о них тоже буду рассказывать. И давайте мы начнем с конкретного пациента. У нас Питбуль Грей, 4 месяца. Он живет в Казахстане. И у него, возможно, перелом берцовой кости. У нас есть фоторентгена. Вот. Значит, в анамнезе. Две недели назад щенок, играя внезапно заскулил, после чего не мог стоять на задних лапках, более трясти секунд поджимал заднюю левую лапу. При осмотре ветеринар поставил диагноз слабые суставы, выписывал хондропротекторы, гомеопатические препараты. Ну, могу вам сказать, у вас типичный случай, когда врач не знает, какой и чем болеет пациент. Он придумывает диагноз и потом и к придуманному диагнозу назначает несуществующее лечение. Это типичнейший случай, когда, собственно говоря, к несуществующему лечению, назначается несуществующему диагнозу несуществующее лечение. Ну, можно сказать и наоборот. Мы, посмотрим на лечение, понимаем, что такой болезни, которая лечилась бы этими средствами, не существует. И у вас как раз такой вариант. Вот. Дальше. Другая клиника поставила диагноз перелом берцовой, малой или большой кости не написано. Вот. Анализы не брали. Назначили цифтриаксон, лифалет и привикокс. Скажите, пожалуйста, правильно ли поставили диагноз и адекватно назначено лечение. Щенок не хромает, но немножко стутулись. Активен, кушает, был на натуральном кормлении. Неделю назад перешли на корм. То есть, я даю гладить заднюю лапу, но еще раз смущают сами лапы. Одна, как будто шире, как будто шире. Так. Что у нас с исследованиями? У нас нету исследований в формате гейком. Это прям очень, прям большая проблема. Прям почему такая проблема у нас? Непонятная какая-то. Вот. Это фотографии снимков у нас здесь. Ну, лучше, конечно, иметь все-таки непосредственно сами снимки, да, потому что по фотографиям, знаете, по фотографиям лечат эти всякие разные обманщики, не поймите кто. Вот. Но вообще здесь у вас перелом большеберцовой кости, скорее всего. То есть не больше берцовой, а не берцовой, наоборот, а бедренной кости. Бедренной, бедренной. То есть у вас написано, еще раз дойду, берцовой, но вот здесь их, это голень, да, то есть у вас нет никаких здесь, по крайней мере на ваших фотографиях, а перелом бедренной кости, кости, или кости, как там не помню. Ну, неважно. Вот. Ну и, в общем, конечно же, у вас... Ну, это бедренная кость. Ну, и там был перелом, да. Вот. Был перелом бедренной кости. Ну, естественно, он с Россией. А случился он из-за того, что вы думаете, что собаки едят мясо. Из-за того, что вы думаете, что собаки едят мясо, а собаки едят... Собаки мясо не едят. Можете посмотреть на моем канале. Там, правда, про то, что кошки не едят мясо, да, они съедают целиком свою добычу. И причем и птичку, и крысу, да, ну и собаки тоже целиком съедают. Вот. Которые могут себе что-то поймать. Вот. И поэтому, собственно говоря, происходит вторичный гиперпаратириоз у вас в собаке. Судя по рентгенским хинкам, вторичный гиперпаратириоз. А происходит он, потому что владельцы думают, что собаки едят мясо. А собаки едят не мясо, а только там 30-40% или еще и меньше от того, что собака ест, должно быть, может быть, белковой пищей, мясом, да. Вот. Поэтому все проблемы. И проблема не в том, что много, а мало кальция, да, в том, что много фосфора. И если вы к много фосфора добавляете еще что-то, то фосфора они становятся меньше. Это проблема не недостатка, а избытка. При избытке фосфора получается вторичный гиперпаратириоз, и он у вашей собаки произошел. Вот. И, собственно говоря, поэтому собака сломала себе лапу. И что вам надо делать с вашей собакой? Любить, кормить сбалансированным питанием. Если вы не можете кормить сбалансированным питанием, сами не можете сбалансировать, кормите кормом. Если вы обратились к врачу, который составил рацион, соответственно, этим рационом и кормите. Больше вашей собаке делать ничего не нужно. Конечно же, никакого отношения все то лечение, которое было вам назначено, к лечению не имело и не имеет. Ни в первом, ни во втором случае. Во втором случае можно подумать о том, что, возможно, доктор назначил антибиотик просто потому, что там есть гематома или может быть гематома, и эта гематома, в общем-то, может нагнить, воспалиться, и поэтому доктор назначил лечение. Конечно же, вторичный гиперпаратериоз не лечится ни одним из тех средств, которые вам были назначены. Чем лечится болезнь вашей собаке? Любить, кормить и все. Просто сбалансированным питанием. На момент, пока есть перелом, а этот перелом называется по типу зеленой ветки, лечится, вот в таком случае, просто любить и кормить. Больше никак. То есть любить и кормить, и больше никак вообще. И, соответственно, все, что вы делали, не имеет никакого отношения к лечению, в первом случае, вообще никаких болезней. Ну, то есть вы один из людей, которых просто, к сожалению, к сожалению, доктор, который не знает своей профессии, вообще вы стали жертвой человека, который думает, что он доктор. Ну, тут можно поговорить долго, потому что доктор сам думал, что там, где он учился, могут научить доктора. Ну, это другой уже вопрос, вот. Поэтому любить, кормить, все. Больше ничего. Так, у нас следующий случай. У нас доберман, следующий случай у нас доберман. Зовут его Капа, ему 2 года, он из Пятигорска. У него проблема с лапой, и у него нет диагноза. Вот, это плохо. Собака стала поднимать заднюю лапу, сделали рентген. Необходимо определить дальнейшее лечение и необходимость операции. Естественно, что гомеопатия и хондроитин с артрагликаном не помогли, потому что они не помогли никому, кроме людей, их продающих. Задача пищевых добавок в том, чтобы помогать людям, которые их продают. И поверьте, эти чудо-средства им очень помогли. Они полностью, эти средства в полном объеме, со своей задачей справляются. А задача их улучшать финансовое положение людей, их продающих. Больше никаких задач у этих чудо-средств в принципе и нет. Вот, но вернемся к нашей собаке. Первое. Что надо сделать? Надо сделать, конечно же, не то, что, к сожалению, сделали. Ну, собственно говоря, из-за того, что вот это не сделали, то, что надо было сделать, поэтому и назначили некие люди, которые называют себя врачами хондроитин с артрагликаном и так далее. То есть, вот это типичный случай нарушения алгоритма действий. Если вам интересно, подобный случай был у меня буквально в пятницу. Привезли из другого города собаку, у которой думали, что причиной хромоты является вывих коленных чашек. После того, как мы собаку, я собаку посмотрел, оказалось, что у собаки есть вывих коленных чашек на двух лапах. Но болит тазобедренный сустав. В результате я прооперировал собаку, удалил головку бедренной кости, потому что у собаки была болезнь пертеса. Легокалия пертеса – это такая болезнь. У вас приблизительно похожий случай. Сейчас я вам быстро, прям две секунды, покажу этот случай. Нахожу на свой канал. Смотрите, что просто. Вообще, один в один. Смотрите, какие действия должны быть. Можете сами посмотреть, это все есть на канале, то есть, здесь ничего такого нет. То есть, это вот собака, она была у меня в пятницу. Приехала она за 500 километров от Санкт-Петербурга. Почему она приехала из Санкт-Петербурга за 500 километров? Потому что была та же ситуация, что и у вас. Смотрите, есть собака. Надо посмотреть, как она ходит. Если у нее есть где-либо хромота, значит, там есть боль. Мы должны провести осмотр. То есть, врач берет и вот так, в буквальном смысле, глазами смотрит, как собака ходит. Это вот собачка ходит у нас по клинике. Мы смотрим, как она ходит, как она пользуется конечностью, что она там делает и так далее. Здесь мы берем правую тазовую конечность и проверяем наличие у нее боли. Сначала мы проверяем наличие неврологического дефицита. Это было сделано буквально секунду назад. Вот. Сейчас мы бедро отводим сначала назад, потом отводим вперед. Назад, вперед. Итак, мы понимаем глазами и руками, что у собаки не болит тазобедренный сустав. А теперь смотрим левая. Левая лапка. То есть, левая лапка у нее болит. Значит, у собаки боль в тазобедренном суставе. Нет никакого еще рентгена, еще какого-то другого исследования. Просто мы определили, что у этой собаки болит левый тазобедренный сустав. Потом мы сделали рентгеновский снимок и подтвердили, что у нее болезнь пертаса. Для наглядности мы сделали КТ, чтобы было видно любому человеку, даже без образования, что головка очень сильно изменена, она некритизирована. На рентгеновском снимке, к сожалению, не любой человек может заметить. Но здесь это виднее лучше. Поэтому мы это сделали исследование. Просто показать, что это болезнь пертаса. То есть, доктор своими руками и глазами ставит диагноз. Этой собаке я диагноз поставил руками и глазами. Я знал, что у нее болезнь пертаса еще до обследования. Потому что это маленькая собака, потому что ему еще нет года. И у нее болит тазобедренный сустав. Что может быть собаке в возрасте до года карликовой породы и боль в тазобедренном суставе? Пертас. Одна болезнь. Вот и все. Поэтому вот так вот. Есть ли у этой собаки вывих коленных чашек? Да, есть. И он с ней самоврождение. То есть, вывих тазобедренного сустава. То есть, вывих коленной чашки у него был, есть и будет, никуда не денется. Но болит тазобедренный сустав. Вот обратите внимание, здесь я как раз показываю вывих коленных чашек. У собаки и есть вывих коленных чашек. Но болит тазобедренный сустав. И лечить мы будем именно это заболевание. Болезнь тазобедренного сустава. И это очень важно. Поэтому в вашем случае, некий человек, который думает, что он доктор, вместо того, чтобы осмотреть и определить конкретно сустав, который болит, делает рентгеновские снимки, по которым он думает поставить диагноз. Есть явное нарушение логики. То есть, когда начинается нарушение логики, начинается диагностика и попытки лечить не то. Это всегда так происходит. Всегда. В 100% случаев. По многу пациентов в день у меня таких приходят. Вот вам пример этой собачки. Вот вам ваш же собственный пример. Когда вместо того, чтобы определить точную локализацию боли, делаются рентгеновские снимки. Вот вам, ну, потом у вас будет интересно, можете посмотреть дальше, что там дальше делали. Вот. В этом смысл. Вот. Поэтому по рентгеновскому снимку нельзя определить, почему и где, точнее, где болит, нельзя определить. Можно определить, почему. Вот. Добируем капа. Ну, жалко, конечно, что у вас фотографии, да, к сожалению, да, у вас фотографии, а не сами рентгеновские исследования. Ну, да ладно. То есть, гадать можно сколько угодно. Если хорошая фантазия, можно подумать, что возможно, здесь даже нет, какая лапа. То есть, вот, какая лапа. То есть, какая лапа здесь. Какая. Где право, где лево. Да. То есть, невозможно. По рентгену, если я не поставлю на буковку А или... Лево и право, да? В английском. Вот. Ну и чего. То есть, у вас есть рентгеновский снимок. И ничего о том, где есть боль. Ни слова. То есть, это ненужное исследование, которое сделано ни для чего. Поэтому начните с самого начала. То есть, с самого начала нужно начинать. Первое. У нас есть пациент. Мы определяем, а вы видели только что, как определяет доктор, где болит. Своими глазами и своими руками. Ни КТ, ни МРТ, ни рентген, ни УЗИ, ничего этого. Но глаза и руки врача определяют, где болит. В большинстве случаев, если в ортопедическом пациенте, сразу есть диагноз. Например, как я тебе показывал с этой маленькой собачкой. Есть собачка, карлик, у него болит тазобеденный сустав, он до года, у него пертез. Потом мы пошли, сделая рентген, и подтвердили этот диагноз. Например, вот и все. Если это разрыв передней христовидной связки, то просто руками доктор увидит. Просто руками. Ни рентген, ни КТ, ни МРТ, ничего. Просто вывих коленой. Разрыв передней христовидной связки. То есть у вашей собаки может быть разрыв передней христовидной связки. Давайте я еще раз покажу и разрыв передней христовидной связки. Я начну что-то показывать. Надо, наверное, показать. Опять же. Как ставится диагноз? Очень просто. У нас есть собака. И вот на канале, там их просто, не знаю, сколько там этих видео. Там, ну, все разрыв ПКС-ки. Вот. Давайте первое попавшееся откроем. Самое. А как ставится диагноз? Нет, здесь мы уже... А, нет. Значал. Вот. То есть мы видим, смотрим, есть ли синдром выдвижного ящика. Опять же, руки и глаза. Руки, руки и глаза доктора. Ничего больше. Не знаю, будет ли здесь, буду ли я здесь на этом видео конкретно показывать, как это ставится. Ну, вот так вот стараюсь показывать. То есть синдром выдвижного ящика. Ну, это собака уже с поставленным диагнозом, но... Да? Синдром выдвижного ящика, это и есть способ диагностики данного заболевания. То есть руками и глазами. Здесь, наверное, уже... Я не демонстрирую, хотя бы... А, ну вот. Вот, видите, обратите внимание. Голень смещается вперед. Это и есть синдром выдвижного ящика. И вот так мы ставим диагноз. Просто пым-пым-пым-пым, все. Ну, посмотрите, перед каждой операцией я это делаю, показывая как раз, как это делается. Не рентгеном, а руками и глазами. Поэтому начать надо с этого. Или начать. В общем, короче, что-нибудь надо сделать. Вот. Но не то, что сделано было. Поэтому. Идете к доктору, который знает, как проводится ортопедический осмотр. Ну, и уже напоследок, я вам скажу, если доктор не знает, пусть опять зайдет на мой канал и посмотрит, как проводится ортопедический осмотр. Недавно буквально в Краснодаре четыре с половиной... О, четыре часа пятьдесят три минуты рассказывал, как дело проводится нейрологический, ортопедический осмотр. О. Сколько там? Четыре часа пятьдесят три минуты. Вот. Вот просто зайти и посмотреть, как это делается. То есть это большая, конечно, масса информации, но тем не менее. Поэтому все, я вот, вот все по пунктам, вот, но пока, к сожалению, никак не доходит до врачей, что диагнозы придумывать бесполезно, потому что это помогает только в тех случаях, когда и так, в принципе, лечить не нужно. Вот. Поэтому обратитесь к доктору, у которого есть глаза и руки. Вот. А не просто большое и хорошее воображение. Тогда будет все хорошо. Вот все. Вот самая большая рекомендация, которую нужно дать в этой ситуации, и вам лучше это сделать. Вот. Тогда у вас появится хотя бы шанс на успех. А так шанса нет. Вот. Следующий, случай. Собака Мопс. Вот. Он кобель. ему 8 лет. У нас есть фото, выписки заключения МРТ, есть фото и видео с собаками. В конце июля была операция по удалению миспродолковой грыжи. Грыж не бывает, вообще их не существует, вообще в природе. Есть болезни диски, их 7 типов. Вот. Прогнозы от хирурга после операции, что собака должна встать на третий день, но он не встает. Вот. если происходит что-то не так, как кажется мне, когда я прооперировал пациента, и что-то мне, что-то не так происходит, да, я просто беру и дообследую пациента. То есть, если я прооперировал пациента, и у него там была болезнь дисков, и по моему убеждению собака должна была начать двигаться, она не ходила, например, там, ну, ближайшие там три-несколько дней тогда, но что-то пошло, на мой взгляд, немножко не так, я иду и просто переделываю диагностику. И отвечаю на вопрос, почему это так, а не так, как я предполагал. Вот. Обычно я делаю так. Вот. Давайте дальше посмотрим. Исследования. Значит, вас назначили сердолуд, назначили корнам, результата нет. Вот. Еще какие-то препараты написали, откачивали мочи. То есть у вашей собаки есть проблема с мочей, моча не отходит, да? Вот. И дальше идут какие-то назначения. Очень важным моментом является то, что сейчас происходит с вашей собакой. То есть назначаются препараты, но никакого понимания, что сейчас с собакой. Никакого. Вообще. То есть была какая-то болезнь, которую назвали болезнь, этой самой, грыжей, которых нет вообще, в принципе нет никаких грыж, их не существует. Есть болезни диска, их много. Поэтому нужно, что за болезнь была? Надо всегда, когда есть какой-то непонятный случай, надо всегда начинать сначала. Пациент, диагноз, проведенный способ лечения. Дальше. Когда мы знаем диагноз, точный, когда мы точно знаем точный диагноз, точный диагноз, мы знаем точно. Это очень важно. Мы знаем состояние пациента, и мы знаем проведенное лечение. Если мы знаем все вот эти вещи, все три, мы знаем их очень точно и четко. Мы можем говорить, какая проблема могла быть у вашей собаки. Потому что все нежелательные эффекты от лечения тоже известны. Когда известно, какая была болезнь. Бывают неописанные случаи, когда болезнь известна, после плечения, состояние пациента до операции известна, диагноз известен, медлечение известен. Бывают случайные варианты, когда что-то пошло не так, или опять произошло что-то другое. В моей практике была, например, случай, когда приходят владельцы с таксой, я оперирую таксу, болезнь дисков была первого типа. То есть никакая не грыжа. А болезнь дисков первого типа. Приходят владельцы через неделю, говорят, опять те же симптомы. Я говорю, слушайте, ну болеть может, ничего страшного. Там были прям очень хорошие владельцы. Они говорят, слушайте, давайте мы проведем исследование, посмотрим. То есть даже до владельцев это дошло. что как бы что-то пошло не так. И оказалось, что у собаки через неделю на диск вперед произошло то же самое. Мы провели диагностику и провели через неделю вторую операцию. на один позвонок в другом месте просто вышло ядро вещество ядра диска вышло в одном месте, а через неделю в другом. Это произошло с интервалом в одну неделю. Вот и все. Поэтому такое тоже очень часто бывает. Поэтому вы не можете ничем собаке помочь. Что надо делать в этой ситуации? Надо понять, почему сейчас происходит то. Что происходит? Мы просто проводим диагностику. Делаем либо КТ, либо МРТ. Хорошо было бы увидеть ваше исследование, которое было проведено до. Вот. У нас есть заключение по МРТ. Нам надо не заключение. Это как объяснить. Это как, смотрите, это все равно, что попытаться другому человеку объяснить вкус апельсина. То есть заключение по... Вот. Заключение важно иногда, да? Потому что я смотрел заключение, я посмотрел исследование, что-то не увидел, посмотрел заключение, понял, что я там что-то не досмотрел. То есть вот так. Но делать суждение только по одному заключению это неправильно. То есть нужно само исследование. У вас есть МРТ, так пишите МРТ. Это же легко. Просто выписываете МРТ, я посмотрю, я понимаю, что было там за болезнь. То есть уже есть какое-то свое суждение на этот счет. А не то, что есть, смотрите, заключение МРТ всех отделов, да? Экструзия Т12, там, там, Л7С1, то есть много, да? Дальше. Л4, Л5, Л7. То есть куча болезней, диска, куча. Кстати, никакой не грыжа, здесь у вас написано нормально. Это остальная экструзия. Не болезнь, это не грыжа, это другая болезнь. Вот такая, как написано. Вот. Ну и так далее, да? Может быть, у вашей собаки разгрузилась восходящая миеломаляция. Это тоже очень часто бывает при болезни дисков первого типа, да? Поэтому мы в этих случаях, как ваш, просто проводим еще раз диагностику. Если было делано МРТ, просто пойдите, сделайте еще раз МРТ. Одно МРТ, второе МРТ. Мы сравниваем, понимаем причину, почему собака не ходит. Вот и все. Вот все, что надо делать в этой ситуации. Вот. А так вы что-то делаете, это все бесполезно. Ну, потому что непонятно, к чему прикладывается усилие. Вот. То есть, чего делается, зачем оно делается, почему оно делается. Вот. Это очень важно. Так, и у нас следующий пациент. Вот сейчас, вот значит, что с вашей собакой? Вот сейчас диагноз поставить. Да, это следующий пациент. Так, у нас следующий пациент из Новороссийска. Вот. Значит, у нас Чухуа, ему год, керри, подобная мальформация. 5 августа поставили первое неврологическое, 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 даже слово неврологическое, что-то слово, откуда взяли. Вот. Ну, короче, появились неврологические симптомы. Вот. Были проведены МРТ, был сделан рентген, вот, керри, подобная мальформация. Ну, конечно, если у вас Чухуа, то у него сто процентов есть на океаре подобная мальформация. Если у него, ну, если он, конечно, гигантский Чухуа-хуа весом в 25 килограмм, то, конечно, у него этого быть не может. Вот. Ну, так как он нормального размера, то, естественно, может. Вот. Так, в чем у нас вопрос? Возможно ли оперативное лечение, да, оперативное лечение может быть проведено, но нам сначала надо понять, что конкретно у нашего пациента не так. Так. Смотрим наше МРТ. Что там загрузится? То, что касается вот этих всех мальформаций. так как я говорил, это есть у всех 100% карликов. Нам важно, какие симптомы. Понимаете? То есть, я понимаю, что очень сложно это понять, потому что вы думаете, что есть МРТ, и по МРТ можно понять, что и какая операция должна быть сделана. Но по описанию неврологические симптомы это ничего вообще ничего. То есть, ничего от слова ничего. То есть, должен быть точный, четкий симптом. Потому что судить и интерпретировать данные МРТ без симптома у карлика, без названия симптома у карлика невозможно. Кроме тех случаев, когда у карлика некротизирующий энцефалит. это ситуация, когда уже без разницы, какие у него там симптомы. И более того, если у него этих симптомов нет, это даже лучше. И это прям важно. Вот. Поэтому перед тем, как делать какую-то операцию, здесь, вы знаете, у нас вот сегодня прямо как с утра, мы начали, с самого начала, именно, нарушение причинно-следственных связей. Самая частая и проблем мышления людей. То есть важно, какой симптом. Если у нас нет симптома, интерпретировать это МРТ невозможно вообще никак. Потому что у любого карлика, у любого, просто 100% в случае, у каждого карлика, именно это и есть признак карликовости. Вот этот, вот это зуб второго шейного позвонка находится под мозжечком. Обратите внимание, у собаки не карликовая порода, расстояние от мозжечка до зубов, от зуб второго шейного позвонка, приблизительно равно размерам самого мозжечка. Обратите внимание, вот ваши собаки 2 см, соответственно, вот эта точка должна быть на расстоянии 2 см, то есть вот здесь то есть вот вот эта часть должна быть вот здесь и вот такая ситуация, как у вашей собаки в 100% у всех карликов. Поэтому нам нужно точно понимать какой симптом, потому что если это мешает собаке жить, то есть вот это состояние вот такое анатомическое, то нам надо как-то это устранить. Но без симптомов, без знания симптомов до нечего устранять. поэтому надо начинать всегда с симптомов. Если нет симптомов, надо делать ничего. Потому что возможно, что тот симптом, о котором я не знаю ничего, потому что никто мне ничего не написал про этот симптом, не зависит вообще от карликовости. может быть совершенно так. Поэтому надо остановиться. Мы можем делать какую-нибудь операцию. Какую? То есть какую операцию нужно сделать? Атланто-аксиальная нестабильность, расширить затылочное отверстие, или может быть это вообще какая-то другая проблема у собаки. Мы знаете вообще на самом деле заключение никогда не пишем киареподобные синдромы с рингами или все что-то такое. Мы когда пишем заключение по нашему МРТ у пациентов пишем уже много лет так делаем пишем картина характерна для собак карликовых пород. Прям вот так. Потому что когда-то мы начали писать гидроцефалия и владельцы начали бегать за врачами давая лечить гидроцефалию. То есть желудочки расширены там ваши собаки ну да расширены ну значит там гидроцефалия. Нет никакой гидроцефалии. Если мы напишем атлантоаксиальная нестабильность вот здесь зуб второго позвонка под мажечком начинают делать атлантоаксиальную нестабильность. Поэтому просто стали писать состояние характерное там или анатомическое строение головы и шеи характерно для собак карликовых пород. А доктор потом который лечит этого пациента он знает он видел пациента он трогал его руками там видел своими глазами он понимает что вот здесь болит а потом смотрит МРТ и находит причину почему болит именно у этого пациента вот именно так надо делать вот поэтому что могу вам сказать мы делаем любые операции но сначала необходимо и очень важно узнать какой симптом чтобы интерпретировать уже имеющиеся МРТ потому что МРТ без симптома не значит ничего и это важно вот и у нас еще один пациент значит у нас американский бульный зовут его Пепси ему 8 месяцев и он из Краснодара вот вес 17 кг было исследование врача заключение доктора что не может входить через 5-6 лет вот ох я когда-то в молодости думал ну и был глупый пришел ко мне в паниель и я такой думаю да что-то у нее с печенью совсем она желтая по какой-то другой причине я там операцию ему делал что-то удалял в большей полости увидел такую желтую печень и сказал владелице ваша собака долго не проживет вот собаке причем было то ли года 2 то ли 3 когда я оперировал да вот потом владелица мне постоянно ходила в течение 15 лет и говорила Владимир Ильич а мы все еще живы вот тогда я понял что никогда не неси ерунду никогда не предсказывай будущее потому что ты не чернокнижник да а доктор и поэтому собственно говоря вот эти предсказания а не прогнозы а предсказания от прогнозов очень сильно отличаются вот это прям большая разница если мы говорим что такое медицинский прогноз то это прям математическое уравнение состоящее из трех известных составляющих это первое состояние пациента это очень важно потом диагноз и третий способ лечения вот поэтому вот когда мы эти все пациент плюс диагноз это надо сплюсовать и умножить на лечение и вот получится результат вот это называется медицинский прогноз если лечение равно нулю то это как умножить на ноль получается ноль если речь идет о скажем так математической формуле то медицинский прогноз ветеринария это то же самое тоже медицинский прогноз это пациент диагноз лечение вот то что важно поэтому что там будет через 5-6 лет это конечно может быть доктор сказал только иногда говорим да потому что просто для взаимодействия с владельцами ну конечно это все не имеет никакого значения никакого отношения к реальности вот смотрим мы на рентгеновские снимки да у пациента есть конечно дисплазия очень правильно делая дистракцию собака вес 17 килограмм тут важен симптом у собаки есть симптом нет симптома индекс дистракции большой дисплазия есть что делать в такой ситуации дисплазия есть к сожалению к сожалению никакого упоминания о главном тесте по поводу то есть вообще что такое дисплазия дисплазия это не вот эти рентгеновские снимки да это как раз очень важно что дисплазия тазобедренных суставов это нестабильность и вам собственно говоря на рентгене это продемонстрировали вот она здесь есть вот это нестабильность никаких симптомов нет так вот вообще как где ставится диагноз по дисплазии тазобедренных суставов лучше конечно делать в 4-5 месяцев точнее в 4 месяца что я сказал в 5 уже поздно в 4 месяца тест арталани то есть арталани такой тест есть вот как он делается я вам покажу о кстати в Краснодаре я тут недавно был и 5 часов там об этом рассказывал где-то арталани наш любимый вот сейчас найду в другом области вот арталани арталани давай вот вот такой вот тест он проводится это как раз есть то что это и есть собственно этот тест который определяет наличие дисплазии и вам этот тест собственно говоря запечатлели на рентгене то есть вот лапка вывихнулась вот она вправилась вывихнулась вправилась вывихнулась вправилась вправилась И вывихнулась Это есть тест арталани По нему мы понимаем, что есть у собаки дисплазия Какой дальше алгоритм? Если мы видим, что этот тест Он Вот такой, как здесь То есть вывихивается положительный То есть есть Вывих То значит у собаки есть дисплазия Ваши собаки есть, потому что вам сделали Правильное исследование С индексом дистракции Это очень важный момент Что делать дальше? Дальше все наши действия Они заключаются в том, чтобы Не дать развиться остеоартриту Каковы действия наши По недостижению остеоартрита Действие следующее Нужно суставы стабилизировать Если у собаки Возраст уже больше 4 месяцев То Делается двойная Либо тройная остеотомия таза Вот Насколько надо Именно конкретно Вашей собаке это делать Я не буду судить Через интернет Потому что это неправильно Надо все-таки Смотреть на пациента Вот Потом мы делаем Обычно Еще компьютерную томографию И смотрим Насколько Уже разрушилась Вертужная впадина Вот Поэтому Надо ли стабилизировать Надо ли оперировать Вот эту конкретную собаку Ну Вопрос Такой На который Могу ответить Только В виде пациента Но если говорить В общем Да То есть Собака Едисплазия Дисплазия Это забедность суставов Судя по Исследованию Вашей собаки Скорее всего Есть Да Данных Тестов Арталани у меня нет Но скорее всего Он положительный Потому что Индекс дистракции Об этом говорит Да То Скорее всего Суставы Надо стабилизировать Вот Прям вот так Заводчик несет хрень Мягко говоря Вот прям Грубо Прям так скажу Потому что Из-за той хрени Которую несут заводчики Есть огромное количество Пациентов Огромное количество Пациентов Которых Вовремя Не прооперировали И это Проблема Во всем мире Потому что Все что надо было сделать Это В 4 месяца Провести Вот эту диагностику Как я показал На овчарке И как нужно было Сделать вам Дальше Делать операцию В 4 месяца Вот Убрать Вот здесь Ну симфизодез Эта операция называется Это довольно простая операция Вот Сейчас я вам покажу Что за операция Наверное Она у меня есть О Парочка Есть Вот В чем Это прямой счет Даже был эфир О То есть В чем была Смысл этой хирургии То есть Разрезается Сжигается Симфиз То есть Это Срывается кожа И делается Хирургическое вмешательство То есть Довольно простая операция Вот это надо было делать В 4 месяца Вот таким вот образом Это делается Ну зайдите на канал Посмотрите Собственно говоря Ну короче Эта операция Вот Это надо было делать Сразу Вот Если уже Этот период прошел И собаки уже больше Но Нестабильность все равно осталась А остеоартрит Очень важный момент Лечить Дисплазию Надо До Того Как Развился Остеоартрит Потому что Если вы лечите Дисплазию Уже после того Как развился Остеоартрит То вы лечите Не дисплазию А остеоартрит Дисплазия Лечится Только До года До полутора А точнее До момента Развития Остеоартрита Потому что Потом Уже Лечить Нечего Потом пациент Собственно говоря, и лечение дисплазии заключается в недопущении остеоартрита. В этом и есть смысл, собственно говоря, лечения. Вот, то есть надо изменить сустав таким образом, чтобы он стабилизировался. Вот сейчас я вам покажу, как раз, надеюсь, покажу результат лечения пациента. Вот сейчас на экране будет, смотрите, это было каникорса, мы его прооперировали, сделали тройную стеотомию, потом собак погибло по другой причине, и мы, собственно говоря, получили вот это. Смотрите, после того, как мы прооперировали, сделали тройную стеотомию таза, правый тазобедренный сустав стабилизировался, стабилизировался, а левый не стабилизировался. Поэтому на левом развился остеоартрит, вот эти выросты, это и называется остеоартрит. И лечение дисплазии как раз заключается в том, чтобы не допустить развития остеоартрита. Поэтому надо оперировать, делать симфизодез в 4 месяца, или, если это было не сделано вовремя, делать вот такое хирургическое лечение. Как раз называется двойная или тройная стеотомия таза. Вот что надо делать. Вот такой вот вариант. Вот, собственно, или индекс дистракции вам его делали. Вот, потом мы делаем компьютерную томографию, чтобы определить вот этот угол, то есть насколько уже разрушилась впадина, вот этот, потому что если она уже разрушилась вот таким вот образом, как здесь, то уже там ничего не сделаешь. А заводчики как раз заинтересованы, чтобы пациент, питомцы, собаки не... Смотрите, если бы вашу собаку пропилировали в 4 месяца, то того, что сейчас, уже бы с ней не было. И остеоартрита бы не было. Соответственно, ваша задача, так как это ваша собака, и вам надо, чтобы вашей собаке не было остеоартрита, надо не допустить развития остеоартрита. Поэтому надо стабилизировать сустав сейчас. Лучше было делать в 4,5 месяца. А у заводчика другая задача. У него задача в том, чтобы у этих питомцев, у которых на фоне... Очень важно, на фоне дисплазии-нестабильности. Дисплазия – это не недоразвитие вертнужной впадины. Это старое понимание этого процесса. Да, это старое, уже давно, уже отжившее свое... А чтобы не до развился остеоартрит, вот для этого нужно делать стабилизацию. Чтобы вот этих выростов, которые сейчас будут на экране, вот такого деформации головки не произошло. Вот что надо делать. А дисплазия – это не недоразвитие, а нестабильность. Вот такой вот остеоартрит будет. Вот это тот же самый каникурса. Обратите внимание, тот сустав, который это одна и та же собака, у нее разные лапы. Одну мы стабилизировали, конечно, другую нет. Одну там, где мы стабилизировали, вот этих выростов нет. Но вы серьезно думаете, что можно, сделав тройную остеоатомию, изменить генотип собаки? Нет. А здесь впадина нормальная. А если бы она была генетически запланирована, ну, недоразвитой, она бы такой и была. Вот в чем смысл данного заболевания. Здесь, где прооперировали, все хорошо, остеоартрита нет, и впадина покрывает головку практически нормально. А с другой стороны, где мы не прооперировали, остеоартрит и маленькое покрытие. Поэтому дисплазия – это не недоразвитие вертлужной впадины, как раньше думали. И, к сожалению, до сих пор некоторые люди думают. А наличие нестабильности, вот. И это и есть дисплазия, то, что касается дисплазии тазобедренных суставов. Просто тот человек, который первым назвал, увидел такое – о, упадина такая маленькая. Он не знал патогенеза развития данного заболевания. Он думал, что она генетически не развилась. Но на самом деле она разрушилась, как шаровая опора, ну, наверное, не знаю, это выделить мужчина или женщина, но любой мужчина знает, что такое шаровая опора. Особенно кто ездил когда-нибудь там на «Жигулях» каких-нибудь, да, то есть когда шаровая опора начинает стучать – все, конец. Надо ее менять, потому что она разобьется, и колесо выбихнется очень быстро. Ну, у старых там «Жигулей» таких машин, да, тут та же самая ситуация. То есть вот эта нестабильность, она разбивает впадину и приводит к остеоартриту. Вот нестабильность и есть. Смотрите, нестабильность – это дисплазия, не недоразвитие. Это очевидно даже на этом примере. Ну, вы что думаете, что реально пластина для тройной стеотомиетаза может изменить генотип собаки? Нет. Причем с той стороны, где она стоит. Ну, нет. Конечно, нет. Если у вас голубые глаза, то они у вас голубые от папы с мамой. И сделать их карими вы не в состоянии. Точно так же, как мы не в состоянии изменить ситуацию с собаками карликовых пород, у которых ерк родился от ерка, и у него атлант вошел в череп внутрь, в мозжечок. Это же очевидно. Ну, дисплазия – это то же самое. Поэтому формально, формально, видя такой рентгеновский снимок, мы думаем о вот такой операции. Формально. Вот. Ну, как бы не видя пациента, говорить, что вам надо делать эту операцию, так делать нельзя, потому что я пациента не вижу. А когда я не вижу пациента, я ничего о нем конкретно не говорю. Вот. Прям о нем конкретно. Но вообще, вот приблизительно вот такое состояние дел на сегодняшний день. К сожалению, до заводчиков это долго очень доходит. Может, потому что они заинтересованы в выбороковке тех собак, у которых может развиться остеоартрит. Может быть. Может быть, по другой причине. Может быть, просто недостаточно потратили время на, собственно говоря, в общем, на обдумывание этого вопроса. Можно ли нехирургическим путем стабилизировать состояние? Да, можно, если вовремя понять, что у собаки нетабильный сустав в 4 месяца. Тогда не давать продлеваться хроническому воспалению в суставе. Это определенное содержание, постоянно одни и те же нагрузки и наблюдение у врача. Но лучше делать симфизодез было в 4 месяца. Плюс не давать собаке... Ну, определенные нагрузки это достаточно сложная тема. Пяти минутами это не объяснить, да. Если хотите поподробнее, то у меня там есть на канале целое большое подисплазито забедренных суставов. Прямо очень много чего там есть. Вот. И та же самая ситуация, кстати, происходит и при двойной, и при тройной, если там ведь она, да. Все остальное, не лекарства, ничего не лечат. Вот. Ну и вот результаты как раз собаки. Какие операции делать надо как раз вот в возрасте соответствующего. Вот так это делается. Вот так. Ну и результаты таких пациентов. Это то, что надо делать. Вот. Это прямо очень важный момент. Вот такая вот проблема у нас есть. Это я тоже интересный пациент. У него была дисплазит из обеденных суставов и локтевых суставов. Но очень важный момент. Обратите внимание. Там с локтевыми суставами тоже была проблема. Мы оперировали, только симфизодез делали. Но при определенных условиях, при определенном содержании, при определенных физических нагрузках можно рассчитывать на очень хороший результат. Ну вот это КТ собаки через там уже полтора года ей было. Вот. То есть это вот очень важный момент. Вот. Вот в год уже. То есть была нестабильность. Мы сделали симфизодез. Остеоатрита нет на двух суставах. Все отлично. Потому что вовремя начали бороться с нестабильностью тазобеденных суставов. Это у нас был последний пациент. Все понятно. Все понятно. Хорошо. Надеюсь, что когда-нибудь лет через 20 информация о том, что дисплазит из обеденных суставов это не развитие, а нестабильность дойдет до всех людей. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok